Привет всем, с вами ваша Силва Батвлай, Серебряная Бабочка. Сегодня буду рассказывать про кино, но всё-таки хочется мне использовать парфюм, потому что буду говорить об одной певице, актрисе, о которой я посмотрела фильм. Это фильм называется Джуди, про Джуди Гарланд. И парфюм я подобрала вот такой вот, это Джорджа Беверли Хилл, Глэм, то есть гламур. Сейчас быстренько пробрызгаюсь. А с чего всё пошло? Я сделала обзор 100 лет назад, потом запечатала сама же от себя этот парфюм. А потом взяла, открыла на другой обзор и просто влюбилась. А когда я обзор делала год назад, где-то летом, он мне казался очень химическим, ну как бы полухимическим. И я его отодвинула подальше. И как же он хорош весной. Всё-таки, как ни крути, хотя когда-то люди были приверженцы, что аромат может быть и на все сезоны, но всё-таки сезон на некоторые ароматы и имеет большое действие. Вот такой вот весной аромат, он лучше, чем какой-либо, допустим, летом. То есть летом он не играл, а вот весной супер как заиграл. Там есть моя любимая нота, слива. И я прочитала всего 4 комментария. И что у нас есть? Это цветочный, свежий, пудровый, амбровый, древесный. Относится к цветочной группе. Создан в 2016 году магнолия, цикламен, пион, средние ноты слива, ирис, жасмин, самбак. Базовые ноты гелиотроп, лавданум, амбра и сандал. Но настолько он свежий, такой какой-то вот, знаете, остренький. Я такие ароматы называю свежие, остренькие, цветочные. То есть не такой мягкий, бархатистый, а именно такой немножко, как бы, с иголочкой. То есть колкий, но в то же время приятный. Что тут пишут? Такие комменты, значит, Виктория Флэн написала. Совершенно неинтересный аромат. Звучит дешево, химозно. Кому могло бы такое подойти? Пластиковые кукли Барби. Второе, значит, Алина. Не вульгарный, но и не аристократичный. Только на свежую кожу. И за час до выхода из дома. Доверилась подруге из Америки. Больше не буду. Сама только буду покупать парфюмы. Третий человек сказал Старкнст. По поводу флакона решили не заморачиваться. 31-21 от Принс. У меня, кстати, он есть. Он есть у меня в обзорах. Флакон действительно похож формой. Но там, по-моему, крышечка все-таки немножко по-другому. Хотя резьба, все вот это вот сделано именно так. Это правда. Но кроме флакона, ничего общего. И танцующая волчица написала самый хороший комментарий. Розовая, вульгарная пудра и больше ничего. Первая моя мысль. Но так, как я любитель первых пудровых ароматов, вот этот уже больше четырех часов держится на руке. Хотя цена невелика за него. Вижу себя в нем после душа. В розовой пижамке. Чистой, постельной. Такая вот гламурная киса. Ах-ах. Вот-вот. Я с ней согласна. Ну, кроме того, что это постельная пижамка, я могу спокойно пойти куда-то, когда это будет возможно. Я только подозреваю, что мы будем сидеть здесь долго и упорно. Но будем создавать вечеринки сами себе. Этот гламур нужен нам, как никогда. И теперь расскажу немного про актрису, которая играла в этом кино, Джуди. Саму Джуди Гарланд. В детстве ее звали не так, но она переделала имя как сценическое, как многие это делают, потому что оно очень хорошо звучало. Что сказать про эту женщину? Что она очень хорошая мать. Не зря на то, что она боролась с алкоголизмом и использованием таблеток. При всем при этом она чуть не потеряла детей, потому что права на детей. Вот второй муж постоянно у нее пытался отобрать. Вот этот второй муж ее, по фамилии Лавт, вот он ей больше всего приносил, так сказать, горя, постоянно тягал этих детей к себе. И она вынуждена была поехать в Лондон, потому что ей уже нечем было платить за отель, в котором она жила в Крутом. Как-то она приходит. Вот кадр начинается с чего? Она с двумя детьми своими младшими идет в отель, думая, что сейчас наконец-то она рухнет в постель и будет спать. Кстати, с паньем у нее тоже были огромные проблемы. Почему? Потому что с детства ее вот этот кинематограф пичкал таблетками, чтобы она была постоянно энергична. И они сделали ей зависимость от этих таблеток. Поэтому она фактически, она не могла спать, когда хотела. То есть фактически они ее эксплуатировали как, можно сказать, как ресурс, как робота, чтобы она только пела, пела, пирала, и чтобы она как бы блистала на сцене и блистала в кино. Про ее таланты сказано очень много. Сделано очень много фильмов. Я начала исследовать больше об этом. Выясняется, что то, что Лайза Миннелли и дочь от первого мужа Миннелли, режиссера, это всем известно. А вот то, что ее вторая дочь, которая вместе с братом, как ее зовут-то, господи, вылетела из головы, то, что тут муж на кухне, Лорна Лафт. В общем, фамилия Лафт. Она тоже певица, кстати. Я потом начала искать дальше. Они поют вдвоем на сцене. И вот эта младшая создала книгу, про которую сделали кино. Шикарное кино. Я сейчас смотрю. И вот по второй книге сделали кино. По ее книге, вот этой дочери второй, сделали кино. Я сейчас смотрю. И просто восхищаюсь. Мне вот в это время, да, вот так сесть и посмотреть три серии вот этого фильма, просто одно удовольствие. Я хочу вам немножко рассказать про персоналити, то есть про личность Джуди Гарланд в последние годы жизни в этом кино. Она познакомилась с одним очень молодым человеком, намного-намного моложе себя, на вечеринке у своей же дочери Лайзы Миннелли. И потом он ее посещает уже в Лондоне, когда она едет зарабатывать деньги. Только для того, чтобы как бы быть вместе с детьми. То есть не терять этот контакт, чтобы позволить себе многое, то есть позволить быть с детьми. И, в общем, про актрису, которая сыграла эту роль. Это Рене Зелвегер. Я ее просто обожаю. Она снялась во многих фильмах с Томом Крузом в самом начале, потом вот Бриджит Джонс Дайери, «Дневник Бриджит Джонс». Это первая версия, да. И все мы просто, вам сказать, залипали вот это модное словечко. Вот этот фильм я посмотрела миллион раз и имею вот этот диск. Я просто его должна иметь в своей коллекции, потому что это все. Ну, это чувство тех лет. И это не передать. Вот в этом фильме, да, я поняла одно, что надо себе знать цену. Вот она как-то так показала, что она там в этом фильме такая дурнушка, а сколько красивых мужчин ее любит там и борется за ней. Но два-то это точно, этот Хью Грант и Колин Феррс. Вторая, как сказать, это не трилогия, да, это трилогия, там еще есть «С ребенком», у меня ее нет у этого диска, «Бриджи Джонс, Edge of Reason», «Край разума». Ну, это тоже что-то с чем-то. Я иной раз пересматриваю, и мне это доставляет удовольствие. Я советую вам вот на досуге взять и посмотреть. И как она играет, она мне так нравится. Кто-то считает ее кривляком, а я считаю, что она очень-очень талантливая актриса. И если везде она блондинка, да, то в этом Джуди Гарланд она такая яркая брюнетка с такими черными глазами, черной линзы. Как она сыграла, она произошла саму себя. Мне она так понравилась еще раз, в который раз. А это «Down with Love», это тоже мой самый любимый фильм с ней на тему 50-х. И там и мода, и юмор, и все так прикольно. И ее партнер Юэн МакГрегор, который тоже мне очень нравится, по другому фильму, который называется «Роу-брокер». Обязательно посмотрите. Это про сток-брокера, лондонца, который ехал в Гонконг, и что с ним приключилось. В общем, я в таком режиме снимаю скоростном, потому что мы все дома, и мой муж работает из дома, и я в перерывах снимаю. Так что говорю всем, до свидания. Извиняюсь, что будет так сжато ввиду событий, наверное, такие клипы будут. Но что успела, то успела. Всем всего самого хорошего. Пока-пока. Маленькая приписка. Ренезель Вегер тоже уходила, сказать, в никуда на 6 лет. Ее никто не видел, не слышал. И потом она появилась, она, как бы, можно сказать, возродилась из пепла и начала сниматься. И сейчас она опять топовая актриса. Но об этом чуть позже. Вернее, я вам скажу попозже. Вот такой вот кинотеатр будет. Субтитры сделал DimaTorzok